Уфимцы застряли в страшных пробках на въезде в город. Что случилось? В Уфес загорелся столетний дом на мустая Карима. В районе прорыва трубопровода в Башкирии в озере и реке погибла рыба. Пробки сковали въезд в Уфу через Затон. В социальных сетях горожане активно выражают недовольство. Причина – проходящий четвертый день в Уфе – летние игры сурдолимпийцев. Среди дисциплин – велогонки. Ради их проведения с утра перекрыто Затонское шоссе. Это привело к серьезным пробкам. Такая напряженная обстановка была в районе 8 часов утра на перекрестке Ахметова и летчиков. На кадрах видно, как машины прибираются к дороге через поле. Но и на грунтовой дороге образовался затор. Видимо, ситуация повторится. 28 и 29 июля. В эти даты движение вновь будет ограничено. 7 и с 8 часов утра, соответственно, откроют шоссе к 17 часам. В социальных сетях комментаторы недоумевают, почему для соревнований было выбрано это место, а не набережная или менее загруженная артерия. Днем, 27 июля, на место выехали глава администрации Ленинского района Уфы Алле Котов и глава ГИБДД Уфы Марс Ахмедзянов. Они приняли решение, что движение машин будет регулироваться во время перекрытия. В центре Уфы чуть не сгорел одноэтажный дом напротив арт-квадрата. По адресу Мустая Карима, 3-1. Жители близлежащих домов 27 июля почувствовали запах гари и позвонили в МЧС в 6.50 утра. По заявлению спасателей, наибольшую опасность представляла собой возможность распространения огня на соседнее здание – мэдресе. В ликвидации пожара участвовало 30 спасателей и 10 единиц пожарной техники. К 8 утра возгорание площадью 200 квадратных метров удалось потушить. Как сообщают спасатели, загоревшийся бревенчатый дом был расселен. Пострадавших нет. По словам уфимцев, запах гари ощущался даже на улице Революционной. Причина пожара устанавливается. У Чечка второй раз за этот год. Дети ходят маленькие. У нас у каждого по трое, по четверо, а то и по пятеро детей. Мы боимся за своих детей. В один момент спокойную жизнь села Октябрьское потревожил фонтан, который неожиданно забил из-под земли. В этом месте проходит трубопровод башкирской содовой компании. Идет он к подземному резервуару под названием Кама-2. В нем находятся отходы предприятия. Разрыв трубопровода и стал причиной беспокойства сельчан. Скорость потока достигала 30 литров в минуту. Ликвидировали утечку жители села, сотрудники МЧС и БСК. Сейчас место разрыва стянули железным хмутом. Но окончательно залатать течь не удалось. Вот эти трубы, которые идут, отходы, они построены в 1973 году. Естественно, они все прогнили. И все текет. Посмотрите, пожалуйста. Смотрите. Видите, в каком аварийном состоянии. Жидкость из трубопровода стекла по склону в местную речку. Червонные озерки. Бригада предприятия с местными жителями и МЧС увели воду в соседний пруд. Живность в обоих водоемах погибла. Так же, как и трава на склоне, где стекала вода. По этому ручью, как и бобров много было. Мы дальше пройдем, там плотина даже есть. Куда они сейчас делись, тоже не знаю. Вот тут белизна какая. Тут уже и рыбу не видно. Вот наш табунт проходит, у кого 10 коров. Но это не главное, сколько коров. Самое главное, скотина идет. И нет бы пастухам сказать, что нельзя сюда пригонять. Нельзя, это опасно. Но больше всего жители боятся за себя и своих детей. По их мнению, жидкость, убившая все живое вокруг, может повлиять на здоровье человека. Тем более, разрыв трубопровода уже происходил в мае этого года. Неизвестно, где и когда он может случиться в следующий раз. Ладно, мы коров не будем гонять сюда, да? Овец тоже погоним в другую сторону. А детей мы как погоним? Вот это все проходит через деревню. Вот напрямую по трассе. Если там где-то посередине деревни учечка будет, это здесь получил. Получается, вся половина деревни вымирать будет. Боитесь теперь? Боимся. Почему? Она может везде появиться. Она везде появится. Тут особенно, кто рядом живет. У них там и поливать они брали. И гуси туда у них ходят. И корова подходит, допустим, пить. Потому что огород прямо выходит на этот ручей. Вот школа прямо рядышком. Первый дом мой. У меня ребенку, 6 лет. Тоже бежит. Я вот смотрю, сколько здесь. Здесь маленькие дети. Постоянно маленькие дети. Мы хотим, мы требуем, чтобы вот эту трубу закрыли. И они куда хотят свои отходы пусть убирают с нашей земли. Если жидкость в трубопроводе действительно токсична, последствия утечки угрожают не только жителям села Октябрьское. Река Червонные Озерки впадает в Стерлю. Та в Ашкадар, а затем в Белую. Сейчас вот вода пока стоит, никуда не уходит. Вот ее бы сейчас очистить бы, убрать бы отсюда. Вот оно не попадет дальше. На место происшествия приехали специалисты различных ведомств. Сотрудники прокуратуры, рыбоохраны, управления государственного аналитического контроля. Специалисты Росприроднадзора взяли анализы воды и почвы с места аварии. Результаты будут готовы в ближайшие дни, на основании которых управлением Росприроднадзора будет дана оценка всей сложившейся ситуации. Собранные материалы послужат основанием для привлечения всех виновных лиц к установленной ответственности. На месте происшествия наша съемочная группа встретила геофизика Вали Ахмета Вахитова. Он работает на объекте КАМА-2 с самого его основания. Уже 50 лет. В полигон, где захоронение отхода КАМА-2 ведется, от содового комбината качается раствор, который на одном литре раствора 140 грамм на литр воды, 140 грамм солей. Но только вот трубопровод, который создавался еще лет 70 назад, когда шкапывалось в месторождении, из-за этого трубы они уже худые. Вот эти МКС на случай аварии, чтобы сюда качать, создавались они специально. Но здесь естественное состояние. Рыбы завелись сами, утки заносят. О том, что возле деревни находится не обычный пруд, а резервуар на случай аварии, жителей никто не предупредил. Только после утечки вдоль берега появились предупреждающие таблички. Раньше таких больших аварий не было, потому никаких проблем никто не думал об этом. Потому это упущение. Надо было показывать, что это им костя для таких работ на случай аварии. Была ли в трубе соленая вода или что-то более опасное, покажут результаты лабораторных исследований. А мы продолжим следить за ситуацией. Алмаз Рахимов, телеканал ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok